Жилмассив Ясный, Северный микрорайон, улица Урицкого, Томский переулок, проспект Юбилейный. И это далеко не полный перечень городских территорий, откуда в редакцию ТВК звонят жители. Весенняя распутница заставляет эскетимцев нервничать, а коммунальных работников трудится в усиленном режиме. Борьба с паводком в Эскетиме начинается раньше, чем в других территориях Новосибирской области. Это вызвано тем, что город находится в низине. В этом году ситуация осложняется аномально теплой погодой. С подтопляемых улиц вывозится снег. График составлен и утвержден на этой неделе. Легостаевская улица в числе подтопляемых. Это значит, что снег с ее территории вывозят бесплатно. Почти у каждого дома дежурят хозяева. Они ждали появления большой техники на своей улице и уже начали волноваться, поскольку снег начал активно таять. Юрий Ханко говорит, что его выпало очень много. Я на своей памяти не помню. Это рекордный год? Ну, может быть, те подзабылись маленько, но очень много, очень прямо. Мы наверху, а вот с той стороны дома, они в низине. Наша сторона вся поднята, нам ничего не текет. Все перетекает на ту сторону. У них очень, как бы, они страдают от воды сильно. Дом Людмилы Батиневой в низине. Говорит, в ее двор все реки текут. Прошлой весной женщину хотели эвакуировать. Не согласилась. У меня со всех улиц с той стороны, вот у меня от соседей всех с огородов течет, с береговой течет и от самой речки тоже все у нас текает сюда. Если дружно, конечно, наверное, потону. В Искитиме более трех десятков улиц находятся в похожей ситуации. И у каждого председателя уличного комитета своя правда. И всем нужно вывести снег в первую очередь. Особенно много жалоб и звонков поступило в минувшие выходные и в понедельник. У нас уже вот эти прошедшие выходные ночью были положительные температуры. И в связи с этим вал обращений во все наши службы. То есть снег проваливается, особенно по частному сектору, по второстепенным дорогам. Поэтому люди, конечно, звонят, неудобства. Ну, это, я хочу сказать, не только наша проблема здесь у нас в городе Искитиме. Это проблема сейчас у всех, в том числе и по Искитимскому району, в селах. Очень много людей звонят, которые вообще не могут выехать. В перечень подтопляемых входит более 30 улиц. 14, а снега уже освободили. В работе коммунальщиков был недельный простой, поскольку деньги, выделенные на вывоз снега, закончились. Сейчас вопрос решен. Городу выделяются дополнительные средства. Надо необходимо, буквально на ближайшее время, весь этот снег со своих переломовых территорий, обслуживая вашими организациями, вывезти вот на эти отвалы, чтобы мы действительно не поплыли. Понятно, что городская территория – это наша головная боль, но свои территории, пожалуйста, очистите от снега. Прямо буквально в ближайшее время, кто это еще не сделал. Активное таяние снега вызывает массу тревог. От вскрытия из Китимских рек большого негатива не ждут, но к любой ситуации готовятся. Приказом по предприятию созданы три бригады по откачке воды, по расчистке ледерок и по вывозу снега. Откачка воды осуществляется до восемь вечера по заявкам и по необходимости дежурства ИТРовцев до восемь вечера. Ответственно. Пока. Предварительный анализ того, какой будет весна в Новосибирской области, сделали еще в феврале. Зимой температура воздуха была выше обычной на 3-4 градуса. Только ноябрь был холодным. Осадки зачастили еще с осени. Зимой их тоже выпало много. Больше нормы почти в два раза. Так выглядит ситуация в целом по области. По предварительным расчетам, вскрытие реки Новосибирской области предполагается во второй декаде апреля, что на 2-7 дней раньше средних многолетних сроков. На случай эвакуации город готов разместить 500 человек в лагере «Лесная сказка» и на базе отдыха Матросова. Создана маневренная группа. ООО «Прогресс». Автокран, автогрейдер и экскаватор. Чернореченский карьер, тяжелый бульдозер. Искитим цемент, погрузчик, вакуумная машина. БУП-водоканал, мотопомпа, спецводоканал, вакуумная машина, автоцистерна «КамАЗ», экскаватор на пневмоходу. Управление благоустройства и дорожного хозяйства. Привлечь вакуумную машину, мотопомпу, две мотопомпы, автогрейдер. По решению комиссии в Искитиме будет проводиться ежедневное обследование улиц на предмет ввоза снега. Запрещается его складирование на дорогах. Страховым компаниям рекомендовано активизировать работу с гражданами, которые находятся в зоне риска подтоплений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова